Учитывая роль и значение священного праздника Рамазан-Хаид, в утверждении духовной жизни узбекского народа, таких благородных качеств, как благодарение, доброта и милосердие, единство в целях сохранения и возвышения национально-духовных ценностей, начиная с 2018 года, Рамазан-Хаид, согласно указу президента, в нашей стране отмечается в течение трех дней. Рамазан-Хаид – праздник духовного и нравственного очищения. По исламским законам он приходится на девятый месяц хиджры по мусульманскому календарю. Праздник начинается после завершения поста уразы – религиозного обряда, который длится 30 дней и считается обрядом духовного и морального очищения. Согласно условиям поста, с восхода солнца до заката, истинный мусульманин не должен принимать пищу и воду, сохраняться от дурных предположений и мыслей, быть уважительными со всеми окружающими и по возможности делать больше добра. Пост ураза является обязательным для каждого мусульманина, позволяя ему укрепиться в своей вере и самодисциплине. После выполнения этого обряда в последний день месяца Рамазан начинается праздник, который длится три дня – Рамазан Хаид. Занятие благотворительностью в эти дни считается особенно богоугодным. Следуя древним традициям, накануне священного праздника во всех уголках страны проходят благотворительные акции. Следуя древним традициям, во всех уголках страны прошли благотворительные акции. Так, накануне праздничных дней руководство и Совет профсоюза работников АО «Алмалыхский ГМК» приготовили около 200 продуктовых наборов, в том числе 28 семьям, потерявшим кормильца, а также 162-м одиноким неработающим пенсионерам АГМК, нуждающимся в социальной защите. Достатка, благополучие и успехов в работе. Продуктовые наборы развезли по домам активисты профсоюзной жизни подразделения комбината, в том числе медиплавильного завода, управления электросетей под станцией и цинкового завода. Дальновидные социальные меры, поддержка малообеспеченных слоев населения, особенно накануне светлых религиозных праздников, не только обеспечивают социально-экономическую стабильность в стране, но и духовно-нравственный подъем в обществе. Продолжение следует...